Юпитер Юпитер. Пятая от Солнца планета, крупнейшее небесное тело в Солнечной системе. Кроме самого светила, вместе с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер входит в число газовых гигантов. Это своеобразный монстр в нашей Солнечной системе, обладающий чрезвычайно мощным гравитационным полем и по меньшей мере имеет 60 спутников. Не неси бред. Вообще-то 67 спутников. Математик в кавычках. Возможно, не досчитал. И, кстати, почти в 11 раз больше Земли и обладает в 2,47 раз больше массы, чем все остальные планеты Солнечной системы. Едва ли мы когда-нибудь будем жить на Юпитере. Или хотя бы проводить там активную деятельность. А тебе бы не помешало. О деятельности, кто знает. Раньше и самолет был ведьмой. Похоже, что твои микросхемки перегрели сегодня. Какой-то ты раздраженный. Итан 961 обладает высшим искусственным интеллектом. Помни это, сопляк Роин. Как скажешь. А вот наблюдать и изучать этот газовый гигант все же стоит. Наличие жизни в атмосфере Юпитера тоже представляется маловероятным. И все же начинаем погружение. Планета состоит из 90% водорода и на 9,99% из гелия и несколько других микроэлементов. Газообразный характер планеты делает невозможным существование на ней твердой поверхности. Ученые разработали способ, как определить, где же находится поверхность Юпитера. На поверхности планеты, разумеется. Нет, не все так просто. Она определяется в том месте, где атмосферное давление составляет 1 бар. Что равнозначно давлению на поверхности Земли. Таким образом, поверхность находится в верхней части атмосферы Юпитера. Где визуально различимы верхушки облаков из замерзшего аммиака. Если бы космолет пролетел чуть дальше, вглубь планеты, то он сперва достиг бы плотных облаков аммиака, а потом облаков водяного пара. Еще глубже. Были бы плотные слои, представляющие собой смесь гелия и водорода. А в конце космический корабль попал бы прямо в ядро планеты. Отличная посадка, Шепард. Я бы даже сказал, роскошная. Спасибо. Ученые предполагают, что в центре Юпитера находится мощное ядро, состоящее из металлического водорода и гелия. А температура здесь около 36 тысяч градусов по шкале Кельвина. Таким образом, космическому кораблю негде было бы приземлиться на Юпитере. Впрочем, даже достичь поверхности планеты или спуститься ниже было бы проблематично. Атмосфера Юпитера очень сурова. Планета постоянно покрыта слоем облаков, состоящих из кристаллов аммиака. Облака находятся в тропопаузе и разделяются на светлые зоны и темные пояса. Ты так говоришь, как будто собираешься туда в поход. Но не забывай, на Юпитере ветер дует со скоростью выше 360 км в час. Так что твое лицо будет похоже на опухоль. Но это нормально. А вот вся атмосфера регулярно насыщается ионизированными частицами. Может стать помехой. В отдельных участках атмосферы постоянно бьют молнии. На это я бы посмотрел. Молнии всегда манили меня. Меня тоже. Кстати, планета обладает мощнейшей атмосферным давлением. На глубине всего лишь нескольких километров ниже признанной поверхности планеты, любой космолет был бы расплющен давлением, которое превосходит земное больше чем на тысячу процентов. Чудесная выдалась бы поездка в один конец. Явно твое тело не выдержит и распадется на молекулы. И знаешь, я не буду горевать. Скорее всего, плаксиком тебя не назовешь. Кстати, Юпитер не единственная планета существования поверхности, на которой является предметом обсуждения. Другие газовые гиганты в этом плане тоже под вопросом. Одна из теорий предполагает, что все планеты должны были образоваться из протозвездного пылевого облака. И достичь определенной плотности. Считается, что газовые гиганты сформировались раньше других. И, следовательно, смогли первыми собрать вокруг себя оболочки из самых легких газов. Таких как водород и гель. Теория приводит к выводу, что ядро и твердая поверхность Юпитера оказались выброшены в атмосферу, а затем и в космос. В результате конвективного движения материи. Это лишь теория. Не строй из себя ученого. Ты даже слова неправильно выговариваешь. Однако это и объясняет, почему на Юпитере нет твердой поверхности, где космический корабль мог бы приземлиться. И все же мы настырны. И представим, что поселились на облаке Юпитера. Сможем ли мы там выжить? Как думаешь, Итан? К сожалению, вы будем чувствовать небольшой дискомфорт. Почему же? Например, из-за гравитации в облачном слое, где температура и давление приемлемы для человека 2,5 G. Это значит, что человек, оказывшийся в атмосфере Юпитера, вынужден будет все время таскать на себе лишние 100 килограммов груза. Ну что ж, найди решение. Сохранять здоровье и работоспособность можно будет, только лежа в ванне с водой на этом облаке. Но где, Роин раздобудит ванну? Это сарказм. Впрочем, вы не сможете расслабиться, так как радиация будет щипать глаза, которые скорее всего вы будете держать в собственных руках. И даже минуя радиационные поясы планеты, окажемся в ее атмосфере, которая также радиоактивна для вас мягкотелых. В общем, это глупая идея. Разве что отправить туда говнюков с планеты Земля. Да уж, спасибо за прямоту и развернутый ответ. Действительно, нас ждет только гибель на этой планете. Летим дальше, Роин. Летим дальше. Продолжение следует...